Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговоры по чесноку». Я и ведущий Роман Полинсков. Сегодня мы будем говорить о метеорологии, о климатологии и все, что связано с климатом и с нашей окружающей средой. Гость в студии, кандидат географических наук, ассистент кафедры метеорологии, климатологии и экологии, атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Ринатович Ауходеев. Тимур Ринатович, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. И очень интересно было пообщаться на такую тему. Меня что лично интересует, иногда смотришь прогноз погоды и бывает проскальзывает такое слово, как аномалия. Мало кто это слово понимает и хотелось бы понять, что за погодные аномалии такие бывают, что из себя представляет. Действительно, в новостях часто слышим аномальный. Аномально жаркий август. Этот год был аномально жаркий. 2010 год был аномально жаркий. Слово аномалия, что же это такое? Аномалия это разница между текущей температурой и среднемноголетней. А что же мы понимаем под среднемноголетней? Среднемноголетняя по рекомендации ВМО, а ВМО это Всемирная Метеорологическая Организация. ВМО рекомендует за базовый период использовать период с 61 по 90 годы. То есть мы сравниваем, например, температуру текущего ноября с температурой средней для ноября с 61 по 90 годы. Если интересует текущий ноябрь, всем казалось, что он, наверное, очень холодный. Действительно, он холодный. Насколько крупная аномалия, пока мы сказать не можем, так как ноябрь еще не закончился. Самое интересное, так как я сам не из Республики Татарстан, три года я здесь уже, можно сказать, существую. И меня удивило то, что, допустим, по приезду в 2013 году в конце сентября пошел спокойно снег. Или в ноябрь проходит под знаком плюс. Примеров достаточно много. Почему в Республике Татарстан такие изменения в погоде? С чем это обусловно? Вот тут правильнее сказать, не в Республике Татарстан происходят такие изменения. Вообще, часто мы слышим о глобальном потеплении климата. Климат меняется в целом. Меняется и на территории России, и на территории вообще мира. Единственное, что вы правы в том, что проявляется везде по-разному. Так, например, в южных широтах, в районе экватора, вот такое вот потепление сказывается не так сильно. У нас это немного больше. В северных районах это еще более значительные величины. Так, например, чтобы было от чего оттолкнуться, у нас в Казанском университете наблюдают за погодой уже 200 лет. 205 мы отметим в 2018 году. И вот за вот этот период среднегодовая температура повысилась аж на 4 градуса. Вот. А в чем же причина вот таких вот изменений, да, погоды? Официальная точка зрения, конечно же, это антропоген. Вот. А кроме того, этим озадачены не только метеорологи, это общая проблема. Наверняка все слышали и в новостях видели, что не так давно, в декабре 2015 года, проходил саммит в Париже, в Лебурже, на котором принял участие наш президент Путин. Там было принято историческое решение, климатическое решение, принят документ, согласно которому главы государств договорились не допустить еще потепления климата еще на 2 градуса. А как происходит это потепление климата? Вот мы все слышим по телевидению глобальное потепление, глобальное потепление. Включаем тематический канал, допустим, National Geographic, Discovery. И мы просто видим, как берутся картинки, допустим, уровень мира океана поднимается и все сметает. А на самом деле вот что вот помимо этого? На самом деле почему-то большинство людей смотрит на потепление как на нечто негативное. На самом деле для нашей территории потепление несет в себе только позитив. Так, например, у нас сокращается отопительный период. Это факт. Мы проводили такое исследование. Нами доказано, что отопительный период сокращается. Это повлечет за собой сокращение расходов на отопление. То есть сразу экономическая уже пошла плюс, да? Вот кроме того, в масштабах страны какая может быть выгода, у нас открывается, возможно, в ближайшее время откроется северный путь. Вот Россия приобретет огромное от этого преимущество. Кроме того, у нас в агросекторе сейчас можно получать, можно расти те культуры, которые до этого выращивать было невозможно. Кроме того, мы оценивали, насколько, благодаря потеплению климата, насколько наш город сместился, если так можно выразиться, южнее. И по нашим оценкам, за последние 30 лет мы сместились примерно на широту Саратова. Сплошной позитив. Вы сказали, что северный путь. Что это такое? Дело в том, что если откроется северный путь, то суда можно будет проводить по северной границе России, по морскому пути. Таким образом сокращаются издержки. Сейчас, конечно, тоже временами суда там проходят. Используются мощные ледоколы. Но, как правило, это не очень рентабельно. Вот в ближайшее время и в ближайшие десятилетия, возможно, это станет рентабельно. Мы сейчас сказали о Татарстане. То, что глобальное потепление сейчас только нам на руку. А другим, допустим, регионам, более южным, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, на них как это скажется? Потому что там и так жаркая температура стоит практически весь год. А для них, на самом деле, там, как я уже говорил, чем южнее, тем менее сильно выражено потепление. Кроме того, климат не только меняется в сторону потепления, кроме того, происходят и другие изменения. Так, например, в метеорологии сейчас очень часто можно услышать такое выражение, как климат стал нервным. Как же это понять? То есть вроде бы может быть существенно, ничего не поменялось. Но сейчас учащаются такие явления, как засухи сильные. Мы видели в 2010 году такую засуху. Какие-то очень сильные, например, непрекращающиеся ливни. Опять же, вот антициклон, который стоял в 2010 году, это не такое частое явление. Но в последнее время они вот учащаются. Кроме того, вот даже за рубежом тоже проявляется, как известно, изменение климата. Замечено, что учащается повторяемость тропических циклонов, которые тоже несут в себе разрушение. Часто по телевизору видим ураганы. Вот повторяемость ураганов тоже повышается. Вот насчет ураганов, кстати, интересно. Почему-то ураганы – это типичная проблема для западного полушария. То есть для США, Мексики, Канады. Ну, почему у нас вот такого нет? Хотя вроде бы мы как бы на одной широте находимся. Дело в том, что вот эти ветра, сверхсильные ветра, они приносятся тропическими циклонами, которые образуются примерно на северо-запад Тихого океана. В этом плане у нас тропических циклонов быть ни в коем случае не может. Вот этому подвержено как раз государство, которое находится на Восточном берегу. Ну, перейдем к следующему вопросу. Как, в принципе, можно прогнозировать ситуацию на целый сезон? Допустим, как можно заявлять с уверенностью, что вся зима будет суровой? По поводу уверенности. Дело в том, что действительно такие прогнозы существуют. Они есть официальные. Так, например, на сайте Гидрометцентра России, на сайте meteoinfo.ru, есть официально, публикуется официальный прогноз. Так, там сейчас уже есть прогноз до марта. Кстати, согласно этому прогнозу, вот раскрою, да, там указано, что ноябрь у нас в пределах нормы, декабрь, январь, февраль, все в пределах нормы. Как же они получают этот прогноз? Дело в том, что любой прогноз погоды в настоящее время, мы все знаем, что сейчас техника развивается, развиваются компьютеры. Вот любой прогноз основан на компьютерной гидродинамической модели. Такая модель или ансамбль таких моделей, ансамбль – это значит ряд, это большое количество моделей, строит прогноз погоды на 10 суток. Вот, потом этот прогноз осредняется, и уже другими методами этот прогноз экстраполируется, то есть рассчитывается на будущее. Вот, повторяемость этих прогнозов колеблется в пределах 60-70%. Вот, так, например, к сведению, прогноз краткосрочный или среднесрочный на 2-3 суток имеет оправдываемость более 90%. То есть разница, да, вот, более 90% и 60-70%. Кто такой метеоролог? Вот, мало кто действительно знает, чем они занимаются. Потому что у большинства людей мнение складывается, что это тот человек, который просто составляет прогноз погоды. Ну, действительно, он чем же еще занимается? Вот, действительно, про метеорологов существует, в том числе, ряд анекдотов. Да. Да? А вот я хотел бы это развеять. Метеоролог — это ученый, это специалист, который мониторит достаточно очень сложную систему, атмосферу. Атмосфера движется, если не хаотично, то очень сложно. А синоптик, метеоролог располагает и работает с огромным материалом. В настоящее время появились спутники. Он работает со спутниковыми материалами. Да, есть синоптические материалы, которые приходят со всего мира. Кроме того, синоптик должен обладать огромным опытом. Обратили, наверное, внимание, что на всю Россию Москва делает прогноз на всю Россию. Но, тем не менее, это не отменяет работу наших синоптиков. Синоптиков, которые сидят в республике Татарстан, работают. Локальные именно, да? Да, то есть они больше знают местные процессы. Они, конечно же, пользуются и опираются на прогноз Гидроэмцентра России Московского. Но они его уточняют, адаптируют, создают целевые прогнозы. Так, например, целевой прогноз нужен для речного порта, для судоходства, для каких-то транспортных компаний. Внесем в нашу программу минутку юмора. Хотелось бы узнать, верят ли метеорологи и товарищи, кто занимается данным делом, в народные приметы, связанные с погодой? Вот говоря о народных приметах, нам часто задают такой вопрос. Ведь народная примета – это народная мудрость. Народ подсмотрел у природы некоторую закономерность. И мы даже посвящали вот этой теме научное исследование и проверяли вот эти приметы. Некоторые из них действительно работают. Ну так, например, самая простая примета, которая даже может быть недостойной проверки, что мы слышим часто, что вот в Москве сегодня дождь, завтра это будет у нас. Да, почему такое происходит? Потому что у нас преобладает западный перенос. То есть при западном процессе действительно какие-то циклонические объекты, фронты, которые были сегодня в Москве, завтра они будут у нас. Ну это уже по географическому плану. То есть то, что западный, вот это все, то, что с Москвой. А вот, например, такие. Я вот для себя выписал четыре народные мудрости. Я, с вашего позволения, их зачитаю. И по одной мы давайте с вами попробуем разобрать. Если птица задерживается в родных краях дольше обычного, то стужа придет не скоро. Так, вот, конечно же, метеорологи не орнитологи, но мы можем предположить. Таким образом, помните наверняка, вот пару лет назад, что зимой была аномальная жара и распустились почки. Да, то есть вот растения обманулись слегка, вот из-за погодных аномалий таких. Вот тоже так же и здесь, я думаю, что у птиц есть свои часы и свои инстинкты, исходя из погодных факторов. Хорошо, дальше. Едем рано осенью, много снега, крайне весне. Тут спорный момент. Дело в том, что у нас нет такого предиктора, то есть такого предсказателя, как вот, что в зависимости от раннего снега будет ранняя весна. Но вот, например, этот год. У нас в этом году очень рано появился устойчивый снежный покров. Он появился 29 октября. В то время, как появиться должен был по многолетним нормам 17 ноября. Ну, как мы сейчас видим, сейчас он уже практически растаял, да? Да. Между прочим, он не растаял, это в городе так проявляется. На самом деле за городом и на метеоплощадке снежный покров сохраняется, и он считается устойчивым снежным покровом. Ну, конечно, с трудом верится в эту народную мудрость, потому что даже, допустим, с моим родным регионом, где теплое время года держится практически 10-11 месяцев, когда у нас зимой даже практически снега нет, сидели спокойно декабрь, февраль, январь, все нормально было. В марте 12 дней подряд выпадал снег. Мы этого не поняли. Черноморское побережье. Как вот это даже объяснить? Знаете, близость водоема всегда вносит свой корректив. Да, мы все знаем, какая погода в Петербурге, да? Финский залив оказывает влияние. Также и здесь, то есть так подействовали циркуляционные факторы, что они именно в этот период принесли к вам циклон с осадками. Хорошо. А едем дальше. Следующая примета. Если белка строит гнездо низкое, к морозной зиме, если высоко, то теплый. Вот это сложно оценить. Вот как это понять? Как понять даже психологию белки, потому что она не просто ленивая и не захотела лезть наверх? Вот это сложно оценить. Вот я тут затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, как думаете, такие эксперименты были проведены? Ну, наблюдения, точнее. Я думаю, вряд ли. И, кроме того, наверное, белка выбирала, где устраивать гнездо, исходя из того, где доступнее. Хорошо. Ну и последняя примета на сегодня – поздний расцвет рябины к долгой осени. Тоже я предполагаю, что жизнедеятельность растений, например, зависит от метеофакторов. И у нас, если рано, например, придут холода, то и быстрее листва сменятся. Так что сомнительные факты. Ну да. Ну, по сути, все эти факты объяснимы. То есть их можно как и доказать, так и опровергнуть, да? Тоже сложно сказать. Мы не проводили такое исследование. И мы оперируем немножко другими понятиями. То есть, как правило, наука не опирается на приметы. Хорошо. Ну, друзья, у вас есть уникальная возможность проверить вот эти самые четыре приметы. И пишите нам в комментарии, что в итоге у вас получилось. Ну, а мы идем дальше. Перейдем к нашему Казанскому федеральному университету. Как обучают метеорологов, куда они идут работать и востребована ли сейчас данная профессия на рынке труда? Итак, метеорологи и вообще метеорология – это очень наукоемкое направление. Конечно же, на первых курсах она очень насыщена математикой, физикой, химией. То есть специалисты получаются очень образованные и очень востребованные. Так, например, каждый год к нам на кафедру приходит огромное количество заявок со всей России. Работодатели просят к ним направить наших выпускников. Так что синоптики очень нужны, их не хватает. Условия на нашей кафедре созданы. В общем-то, наверное, одни из самых лучших в России. Вообще кафедры метеорологии не так много. Но мы можем похвастаться метеорологической обсерваторией Казанского университета. Мало кто знает, но она насчитывает уже 205-летнюю историю наблюдений, притом непрерывных наблюдений. То есть мы занимаем третье место в России. Первое – МГУ, второе – Санкт-Петербург, и вот третье – мы. Наши студенты проходят практику. И почему они так востребованы? Наши студенты проходят практику, прежде всего, у нас сначала на обсерватории, потом они проходят практику на предприятиях, так, например, у нас в аэропорту. После третьего года обучения наши студенты едут по всей России в подразделение Росгидромета. И тут география очень широкая, это от Дальнего Востока. Много едут людей в Сибирь и очень-то востребованы. Кроме того, сейчас есть такая тенденция, если раньше это, может быть, было немножко проблемой, что студенты заканчивали университет, и не все хотели, может быть, покидать дом. То сейчас позитивный такой, может быть, сдвиг. У нас достаточно много студентов, приезжих, иногородних, и они с большим удовольствием едут потом по городам России, и им предлагают там очень хорошие условия. А в чем заключается их практика? На практике, смотря на какой, если практика аэрологическая, то есть после третьего курса та, что проходит в аэропорту, то наши студенты работают вместе с аэрологами, наблюдают, зонируют атмосферу, получают вертикальные профили атмосферы, то есть работают на предприятиях на сети. А после третьего года обучения на практике в гидрометцентрах наши студенты полноценно ходят в смену с синоптиками, делают прогноз погоды, то есть полноценно вливаются в работу синоптиков. А работает ли каким-нибудь образом Ваша кафедра, институт, Казанский федеральный университет в плане метеорологии с крупнейшими учреждениями Республики России и, может быть, даже мира? Действительно, нас знают везде. Так, например, УГМС Республики Тарстан расшифруют управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подавляющее большинство их сотрудников – это наши выпускники. И УГМС РТ в этом плане очень повезло, что здесь, в Казани, есть кафедры, как поставщик кадров для них. Кроме того, мы очень активно ведем научную деятельность, мы выезжаем на конференции, нас знают. Так, например, мы не пропускаем конференции, организованной РГГМУ. Это очень знаменитый вуз в нашей сфере. Часто выезжаем в ближайшие зарубежья – это в Белоруссию, на Украину. Наши труды востребованы. Так, например, в нашей сфере очень известный журнал, как «Метеорология и гидрология», очень высокого уровня журнал. Так вот, редкий номер этого журнала обходится без статьи из нашей кафедры. То есть по полной ребят уже заняты. Это пишут статьи не только преподавателей. Но задействуются в том числе студенты. Да, кроме того, как я уже говорил, у нас очень наукоемкое направление. Я вам говорил, что прогнозы погоды, как правило, это прогноз, который рассчитывается на компьютере. У нас очень сильно поставлены информационные технологии, и наши выпускники находят себя и в каких-то смежных отраслях. В каких, например? Так, например, в сфере преподавания. Притом преподавание может быть не только в сфере метеорологии, в сфере информационных технологий. Ну и кроме того, наши преподаватели работают, наши бывшие студенты работают также геодезистами, работают в сфере ГИС, геоинформационных систем, ну и в прочих смежных областях. Ну, надеемся, что с каждым годом студентов будет у вас все больше и больше, и на выходе они будут все качественнее и качественнее давать нам хотя бы прогнозы погоды, и, может быть, как-то помогут нашей даже экологии. Не знаю, если можно так, конечно, говорить. Мы в этом не сомневаемся. С каждым годом и конкурсы у нас не спадают, по крайней мере. Несмотря на демографическую ситуацию. Кроме того, у нас помимо бакалавриата существует также на кафедре магистратура, и у нас нет проблем с набором магистратуры. То есть люди с желанием к нам идут. Кроме того, в последние годы к нам очень активно едут учиться в магистратуру выпускники других вузов. Так в этом году, например, у нас обучаются в магистратуре из Ирака, у нас есть магистрантка, из Петербурга, из РГГМУ. Также очень востребована аспирантура нашего университета. Также у нас недавно защитился соискатель из Ирана. Сейчас тоже обучается соискатель из Ирака. Саудовская Аравия. То есть вот такая вот география очень обширная. Ну, будем надеяться, что эта география расширится. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Большое спасибо, что вы в такой емкой форме смогли рассказать ответы на интересующие нас вопросы. Друзья, я напоминаю, что в гости студии сегодня был кандидат географических наук, ассистент кафедры метеорологии, климатологии и экологии, атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Инатович Ауходеев. Еще раз вам большое спасибо. И вам, друзья, большое спасибо за внимание. И надеемся, что вы будете проявлять свою активность в нашей группе ВКонтакте. Ссылку вы сейчас видите в описании. Как я уже говорил, попробуйте все-таки решить вот эти четыре приметы. Я думаю, даже на вступительных экзаменах можете даже показать, если это докажут. Хорошо, я думаю, что таким кадром точно заинтересуются. Большое спасибо за внимание. Вы смотрели программу «Разговор по чесноку». Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин